Привет! Привет! Ку-ку! Один из детей даже рассказал, как она прижимала его руку к раскаленной плите, а по катанию стало похоже на клейкое месиво. Чего только не сделаешь, чтобы изгнать ли они о дьявол из подрастающего поколения. Но я немного не с того начал. Иду в ленту купить чебупели, они там по скидке, блять, а за фулл прайс их покупать ну я не совсем идиот. И впервые поймал момент, когда ни на что из их продукции скидки не было. Но, как бывает во всяких мыльных операх, мой взгляд пал на альтернативу в виде чебурешек за 65 рублей. Производство ленты. Пробуй новое, сказала тульпа, и я решился их купить. Лучшая приправа к еде, как мы все знаем, это голод, а не кетчуп. Поэтому я решил насладиться натуральным вкусом продукта. Это была такая тошнотворная поебота, что я сожрал от силы две штуки и отнес блюдо на парашу. Вкинулся будриками и пошел заниматься любимым делом – пить виски перед зеркалом. А чувак в зеркале смотрит на меня и выдает, охуевший ты типан, говорит, еду выкидываешь, а у кого-то ног нет. Меня это очень зацепило, и я, что удивительно, впервые на моей памяти задал себе вопрос, а нравится ли мне вообще моя жизнь. Но так как мое мнение – это последнее, что меня волнует, я решил спросить у более авторитетных людей. Оказалось, что ног нет у большей части опрошенных, но это не повод отчаиваться или в свои 14 говорить всем, что у тебя депрессия, ведь вы рождены для успеха. Было время, когда я интересовался условиями жизни в разных неблагополучных местах, как живут зеки, военнопленные, новокузнечане и все в таком духе. Пытался представить себя на их месте и понять, смогу ли я выжить в таких условиях. И за редким исключением условия были вполне приемлемыми, относительно плохих мест. Почти всегда это было трехразовое питание, крыша и доступ к медицине. Как в Артеке. Но если твой уровень развития выше большой ржаки, то для тебя очевидно, что официальная информация, и Павел Олегович не пиздит, не всегда друзья. Это американский военно-морской летчик Джереми Дентон. По июле 65-го он попал в плен во Вьетнаме. В 66-м году власти Северного Вьетнама устроили интервью, которое транслировалось по телевидению США. В нем Дентон рассказывает, как ему живется в плену. Обратили внимание на его нервный тик? На самом деле азбукой Морзе он проморгал слово «пытки». Все и так понимают, что есть куча людей, живущих гораздо хуже, чем они. И я просто лишний раз об этом напомнил. К слову, Джереми Дентон вскоре был спасен и дожил до 89 лет. Гораздо более интересно для меня подойти к этому вопросу с другой стороны. Есть такой стример, Манурин. Когда-то давно его гайды по фарму голды помогли мне купить жетон и сэкономить реальные деньги. Нет, я сейчас не буду втирать завов и вообще постараюсь не касаться этой темы. В общем, как-то раз я зашел на его канал. Мне было интересно, чем он сейчас занимается. И я с большим интересом посмотрел один из его стримов, где он обозревал поход в дорогой продуктовый магазин. Ну, мы взяли для начала помидорок, как мы видим, на 800. 836 грамм помидор 790 рублей?! Там нахуй кто их выращивал?! Где они?! Мне захотелось понять, что творится в голове у человека, который готов отдать за кусочек арбуза 2000. И это оказалось на удивление легко. Представьте, что вы можете позволить себе абсолютно все. Хотя нет. Другой пример. World of Warcraft. Представьте, что вы зашли на фансервер, где вам сразу выдают все самые топовые шмотки. Поначалу вы рады надеть то, чего другие добиваются по несколько месяцев, но потом вы осознаете, что делать-то особо нечего. Людям нужны ограничения, и тогда есть цель. Воротило с миллионом тысяч хочет, чтобы повседневные покупки хоть немного облегчали его кошелек, потому что иначе нет смысла. Человек, зарабатывающий в месяц 10 тысяч рублей, напряжется и купит себе очки за косарь. Человек, зарабатывающий сотку, купит себе очки за 10 тысяч. И оба будут кидаться друг друга говном, кстати. Потому что зачем ставить себя на место другого человека и пытаться его понять? Вот смотрите, идет человек в ресторан. Покупает там стейк за трешку и жрет его нахуй, вот долбанем, да? А сколько стоит твоя мышка? Столько же? Дороже? А она точно лучше моей легионки за косарь? Многие богатейшие люди ходят в повседневной жизни с потухшими ебальниками, потому что они довольны жизнью не больше, чем мы с вами. Просто все мы адаптируемся. Человек, живущий в особняке, не вынес бы жизни в коммуналке. Человек из коммуналки не понимает, как кому-то может нравиться в деревянной избе с сортиром на улице. А ему заебись. Люди, которые покупают киви за 900 рублей Вы че, ебнутые там? Да дешевле, блять, на самолю? Это такие же люди, как и мы с вами, просто они немного дальше ушли в прокачке. Как в Вове, где с каждым уровнем растет необходимое количество опыта, но и получаемый опыт тоже увеличивается. Я уже давно постиг эту истину, и поэтому призываю каждого, кто смотрит это видео, вместо банальных и никому не нужных жалоб на жизнь, задать себе пять вопросов. Есть сотка, я сегодня кушал, я вижу это видео, я слышу это видео, устройство, через которое я его смотрю, принадлежит мне? Если хоть на один из этих вопросов вы ответили да, то условия вашей жизни уже находятся в отметке между нормальной и супер-пупер. Но это не главное. Обычно человек оценивает свою жизнь не с точки зрения ее текущего состояния, а с точки зрения перспективы. Это значит, что человек может легко приспособиться к самым ужасным условиям, если будет осознавать, что это не навсегда. Скоро сделаем ремонт, через пару лет повышение, вот это вот все. Представьте себе, в следующий раз, когда вы будете выпивать с друзьями и все начнут жаловаться на жизнь, вы встанете и громко скажете А у меня все заебись, всем советую, я один видос на ютубе посмотрел и теперь жить как-то легче. Вот они удивятся. Хотя удивляться тут по сути нечему, ведь ваши перспективы у вас никто не отнимает. У вас все получится и вообще вы молодцы. А я пойду и доем наверное эти чебурешки, может скетчупом они не такие мерзкие. Вот идёт человек за трёх. Блять. Вот смотрите, идёт человек в реста... Идёт человек... Вот смотрите, идёт... Вот смотрите, идёт человек за... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...